Буду объяснять на пальцах. Первое – это фото и видеоконтент. Это базовый, в принципе, контент, который делают все. Давайте я расскажу очень коротко про основные правила хорошей фотографии. Самое главное правило хорошей фотографии – это протереть объектив перед тем, как вы сделали снимок. Кажется, что это глупость, но на самом деле объектив постоянно залапан. Объектив может быть, не знаю, в пыли и так далее. В тот момент, когда вы его протерли, вы получили четкость. Потому что вы сами замечаете, что некоторые снимки получаются размыленными. Или там как будто не до конца прикольные, господи, что я говорю. Так вот, объектив протерли, снимок яркий получили. Это первое правило. Второе правило – самые лучшие фотографии на любой телефон получаются при ярком солнечном свете. Если вы вышли на пляж и сфотографировали что угодно, это что угодно будет в 9 из 10 случаев лучше того, что вы сфотографируете при свете, который в этом зале. Мне не хочется об этом говорить, но свет в этом зале абсолютно не подходит для фотографий. Вот, увы, он желтый, он тусклый, его мало. И я не говорю, что не надо публиковать фотографии из этого зала. Надо публиковать фотографии из этого зала. Но при этом качество этих фоток будет хуже, чем качество фотографий с пляжа. То есть все уезжаем жить на море. Как минимум в Крым. По поводу обработки снимков. Опять-таки, это все на пальцах. Я вот настоятельно рекомендую пользоваться фильтрами в Инстаграм, которые есть. Это, во-первых, мой вид он. Ну, смотрите, в тот момент, когда вы публикуете любую фотографию, вы конкурируете за внимание с теми людьми, которые подписаны, точнее, за внимание с блогерами, с брендами, с людьми, которые на одну фотографию готовы потратить 2-3 часа. У которых может быть профессиональная команда. Поэтому, чем я так говорил. Эта аудитория, в принципе, избалована. Инстаграм избалован хорошим контентом. Он поэтому и ввел истории, про которые сейчас поговорим. Сторис, чтобы качество контента немного ухудшить. У людей, в принципе, сегодня есть боязнь опубликовать фотографию, потому что они будут, ну, они считают, что эта фотка недостаточно хороша. Есть такая вот идея. И, в принципе, в Америке, от которой мы отстаем по трендам на 2-3 года, это очень популярно. Ну, среди психологов, среди СММщиков они это видят. Так вот, в тот момент, когда вы применяете стандартный фильтр из Инстаграм, он, во-первых, сильно ухудшает качество, во-вторых, они всем надоели. Они принципиально всем надоели. В чем такое, что такое вообще фильтры? Фильтры – это, в принципе, изменение настроек цветопередачи вашего снимка. И фильтры не могут подходить одинаково хорошо для любых кадров. При этом в Инстаграме есть замечательная, в принципе, встроенная функция изменения фотографии. То есть вы заходите туда, вы можете подтянуть за три клика контрастность, яркость, насыщенность, чуть-чуть хотя бы, и снимок уже преобразится. То есть публиковать фотографии без обработки нельзя, накладывать фильтры нельзя, поэтому мы обрабатываем это вручную. Есть замечательное приложение, которое я сейчас всем посоветую, и его придется записать на слух, потому что я его не добавил. Называется Snapseed. Знаете? Шикарно. Вот этого приложения, в принципе, хватает с головой для любых ваших, не знаю, там, для чего угодно. Я в нем делаю абсолютно черно-белые снимки, в которых какой-то из элементов делаю просто цветным, потому что я в нем разобрался. Это классное приложение, которое способно спасти практически любой снимок. Но лучше продумать снимок до того момента, как вы его сделаете, потому что потом надо обрабатывать это, ну, деморой. Лучше сделать хороший снимок в начале, да, чтобы его не надо было обрабатывать. Следующий тип контента этого на что? Это бумеранги. Ну, анимации не получается передать. Бумеранги, я не могу сказать, что сильно прям люблю, что это такое. Это когда, знаете, что такое бумеранг в Инстаграм? Все знают. Супер, я объясняю. Есть классный лайфхак, как сделать бумеранги прикольными. Из них можно составлять целое видео. То есть бумеранг, в принципе, это, по-моему, 3 секунды суммарно видеозаписи, да? Есть классное приложение, называется Quick, для обработки видео для социальных сетей, которое позволяет собирать буквально там за 5 минут ролик из нескольких других роликов. Так вот, выходите на улицу, снимайте бумеранг 1, 2, 3, 4, 5. Кидайте их в Quick, выбирайте один из вариантов того, как он это перемешивает. Накладывайте сверху музыку, опять-таки стандартную. Получается шикарное видео, динамичное, классное, а видео – это тренд. Видео снимать дорого, если делать это качественно. Если делать это некачественно, оно никому не надо. А вот видео, собранное из бумерангов, в принципе, очень прикольно. При этом эту вещь не делает практически никто. Пару блогеров сделал их несколько раз, крупные потом сделали несколько мелких блогеров, и все об этом забыли почему-то. Но это очень круто, это очень динамичный контент. У моей девушки такое есть. Следующая – это история. Что такое история? История – это исчезающий контент, который уже 24 часа, и все туда публикуют как бы «О, гриб, дай-ка сфоткаю гриб». А «О, там, не знаю, птичка пролетела, дай-ка сфоткаю птичку». С одной стороны, в принципе, история для этого предназначена. Это 7-минутный контент, качеством которого не надо страдать. А с другой стороны, история – это та вещь, с которой вы можете работать с вашей аудиторией. То есть в тот момент, когда у вас 10 тысяч подписчиков, я забегаю вперед, но не могу без этого, у вас есть 10 тысяч подписчиков. Из этих 10 тысяч подписчиков видеть ваши посты реально будет от 2 до 5 тысяч. 5 тысяч – это прям много. Остальные 5 вообще не будут вас видеть, хотя они на вас подписаны. Это жизнь, которая, в принципе, сегодня есть в Инстаграм. Так вот, история – это та вещь, которая торчит у подписчика вашего прямо вверху, в самом верху. То есть он открывает ленту в Инстаграм, он сразу видит истории. Он начинает их смотреть, и оттуда его можно переводить в ваш аккаунт. То есть, в принципе, историями надо работать таким образом, чтобы привлекать их, привлекать смотрящих ваши истории себе в аккаунт. Вы можете что-то там рассказывать, вы можете просто делать скриншот вашего аккаунта, закрашивать, допустим, последний пост, и говорить, блин, я там такое голосование устроил. Зайдите быстренько, проголосуйте, просмотрите. Знаете, буду приводить кейсы, да, с кейсами намного все интереснее и прикольнее, полезнее. Работаю с детским брендом в медтехнике. И было у нас голосование, то есть мы выбирали, в тот момент очень долго, мучительно, до сих пор не выбрали, дизайн для ремешка часов, смарт-часы для детей, да. И там было четыре варианта. Не могли выбрать часть наших сотрудников за один вариант, часть за другой, думали, ну давайте людям предложим проголосовать. Опубликовали голосование в Инстаграм. Ну там получили за первые там сутки в районе 20 голосов. Ну 20 голосов это так себе выборка, не репрезентативно ни разу. Что мы делали? Мы начали просто в течение недели постоянно просить людей в сторис проголосовать. В итоге в конце недели мы получили в районе 150 комментариев. Просто из-за того, что мы публиковали историю, в которую призывали людей проголосовать. Понятное дело, 150 комментариев это тоже не фонтан. Но у нас там было 3000 подписчиков. На 3000 подписчиков 150 комментариев, я думаю, мало кто имеет. И мы в принципе выбрали, да, мы посмотрели, что хочет аудитория, выбрали, конечно же, другое. Но для привлечения людей в ваши аккаунты в последние публикации для взаимодействия это очень крутой вариант. И в принципе, чтобы понять, как с этим работать на практике, вы можете зайти к любым блогерам, на которые вы подписаны, и посмотреть истории. Они все говорят о своем последнем контенте, они все призывают голосовать. Ну они еще там ноют о том, что их отписываются люди, от них там лайк вот мало и так далее, но это такое. Истории постоянно развиваются. В принципе, что такое история? Это родоначальником сторис выступил Snapchat. Он сделал это, по-моему, в 2013, что ли, году, когда он появился. И Инстаграм в наглую его не спер. И сейчас историями пользуются людей больше, чем всем Snapchat вместе взятым. Так вот, Инстаграм хочет из истории сделать, в принципе, как новую социальную сеть внутри социальной сети. То есть они хотят, чтобы люди делились ими постоянно, а чтобы они пользовались ими на, не знаю, там, режиме нон-стоп, потому что им нужен пользовательский контент. И они хотят, чтобы люди парились по того, хорошая фотография или нет. Вытянул историю, и сопья пошло. Поэтому они внедрили в историю буквально там в прошлом месяце хэштеги и геолокацию. В тот момент, когда вы постите историю, публикуете историю, буду говорить на русском, вы можете прикрепить к ней накликер. Знаете, что такое накликер в stories, да? Супер. Видели, что там можно отметить геолокацию и хэштеги? Супер. Так вот, на странице поиска в Инстаграм, то есть это вторая вкладочка, знаете, с лупой, там выборные, я не знаю, пока никто не знает, как, я не буду скрывать, истории, в которых есть геолокация, попадают туда. То есть, допустим, если мы зайдем сейчас в поиск и в объем геолокацию Минск, о, господи, Москва, мы в Москве-Сити, мы в Москве-Сити, так вот, в объем Москва-Сити, то там увидим истории, которые люди опубликовали и привязали к Москве, допустим, не знаю, там, каким-то районам, любые районы, то есть не обязательно ставить именно Москву, можно ставить, вот как я поставил там, где находимся, в отеле? Корста. Корста. Вот я поставил этот отель Корста, и есть вариант того, что я туда попаду. Так вот, в тот момент, когда истории попадают в подборку Инстаграма самого, они получают вместо 300 просмотров 3000, допустим. Или 30 тысяч, если она клево, и люди ее смотрят. А еще есть хэштеги. Хэштеги вообще моя любимая тема, как и блогеры. Кто пользуется хэштегами Инстаграм? Класс. Кто ищет информацию по хэштегам Инстаграм? Класс. А что вы ищете? Давайте очень кратко пообщаемся. Что вы ищете в Инстаграм по хэштегам? Топовый аккаунт, товары, услуги. Какие товары, услуги? Давайте быстро, коротко. Ногти ищете? Волосы ищете? Сумки ищете? Я нет. Ну, допустим. Вот. В общем, есть популярные хэштеги, которые как бы не популярны в общей массе. То есть они являются высокочастотными. То есть есть высокочастотные хэштеги типа love. Вот это прям хэштег, который в день напубликуется до миллионов фотографий. А есть хэштег, допустим, ногти Москва. Так вот, хэштег ногти Москва, он более крутой, на самом деле, для нас, чем хэштег love. Потому что по нему мы никогда в жизни не пробьемся никуда. А вот по хэштегу ногти Москва, во-первых, люди сами по нему ищут. Мы дальше поговорим, я как обычно впереди. Но при этом и он геолокационный. То есть мы можем целевую аудиторию там собирать. В общем, это круто. И хэштеги надо использовать в истории. И геолокацию. Потому что это позволяет нам получить дополнительный бесплатный охват. А бесплатно плохим не бывает. Следующий формат контента – это карусель. Галерея, ее называют по-разному. На старте своего появления галерей они получали на порядок меньше охват, потому что не все люди обновили мобильные приложения. И даже сейчас не у всех людей телефоны поддерживают последние версии Instagram. Поэтому карусель действительно получает немножко меньшее количество просмотров, чем обычные посты. Ну, это факт. Но при этом карусель позволяет нам очень круто показать, допустим, развитие какой-то истории. Она позволяет показать до или после. Она позволяет делать туда геймификацию. Допустим, вы знаете, как для одного бренда делаем? Ресуем длинный лабиринт. Вот такой прям длинный. Потом режем его на фотографии и говорим. Пройди с первого раза. Ну, и к какому-то варианту придешь. Можно там задавать вопросы и так далее. Человек листает, ему прикольно досматривать до конца. В конце может быть ваше рекламное предложение, которое вы хотите человеку донести. То есть карусель – это не то, что я сделаю 10 фотографий, хочу их все опубликовать, дай-ка я сделаю карусель и все туда 10 фотографий опубликую. Ну, в принципе, как бы Инстаграм сам это задумал, но мы же смотрим чуть дальше. Мы бизнес, мы хотим работать с аудиторией более круто, чем это делает блогер. Поэтому к карусели надо подходить опять-таки нестандартно. Это, кстати, Буримова, очень классный блогер. Можете следить за ней, смотреть, как она делает контент, как она его продвигает. В принципе, это, ну, просто уровень, очень классный уровень. Буримова. Буримова. Несколько фоток. Москвичка, если я не ошибаюсь. Из Москоу Сити. Ну, и последний формат – это прямые трансляции. Я, положа руку на сердце, ни разу не проводил прямую трансляцию в Инстаграм. Я делал стримы на Ютубе, я делал вебинары и прочее, но как-то до трансляции саморучно не добрался, потому что у меня, в принципе, нет цели продвижения в Инстаграм себя, как эксперта. Вот так сложилось. При этом формат live-трансляции – это безумный тренд. Если мы откроем любую презентацию digital агентств, мы увидим, что это самое главное, о чем люди говорят постоянно, и что они предлагают брендам. Как это использовать в данном, в вашем случае? Кто-нибудь сейчас сделает прямую трансляцию? Вау, в вашу камеру! Смотрите, уже первая идея. То есть вы можете делать прямые трансляции с мероприятий. Вы можете показывать какие-то интересные места, в которых вы находитесь. Но при этом прямая трансляция – это не смотрите, как вокруг меня прикольно. Это в первую очередь вы что-то должны рассказывать, вы должны что-то показывать. То есть я вот так вот, если иду себя, снимаю на селфи-камеру и что-то говорю, и на заднем плане, допустим, космос или пляж, это намного интереснее, чем я иду, снимаю пляж. Ну, блин, я пляж могу посмотреть на много большем разрешении на ютубе какой угодно. Зачем мне смотреть вашу прямую трансляцию с пляжем? Если вы, как личность, мне интересно, идете что-то рассказываете, говорите, песочек так нежно облегает мои руки и злоди, ну, бывает, и так далее, это намного интереснее для подписчиков. И еще такой момент по поводу сториз и лайф-трансляции. В принципе, хоть этот контент и не требует большой адаптации по качеству, при этом люди перестают его смотреть в вашей истории, если они неинтересны. То есть если вы публикаете, ну, думаете, что сториз надо публиковать просто для того, чтобы вас видели, начинаете это постоянно делать, не даете там никакой новой информации, не используете классные форматы, аудитория просто понимает, что вы постите чушь, ну, как бы, да, у вас может быть прекрасный контент в самом аккаунте, но сториз у вас, ну, от сториз. Какой смысл мне их смотреть? То есть если вы загоняете себя в эти рамки, вам будет очень сложно потом раскачать аудиторию, чтобы она опять вас начала смотреть. У нас в Минске есть очень известный фудхантер, так он себя называет, охотник за едой, блогер, у него 100 тысяч белорусской аудитории, он топ, который постоянно публикует огромное количество историй. Вот просто безумно, у него в день выходит там до сотни, но при этом его смотрят практически все, потому что он ходит по новым заведениям, он говорит, блин, этот суп что-то пересолит, а вот здесь, смотрите, таракан пробежал и так далее. У него постоянно что-то интересное новое. Но он снимает себя, как он, там, не знаю, спит, он снимает то, про что его аккаунт. Я в это сильно углубился, в контент, хотел быстрее пробежать, пойдем.